Да, хороший вопрос. Изначально была цель выделиться среди остальных художников, и это основной принцип, на котором строится картина. Школа коллекционирования Олег Боровко, и у нас интересный гость сегодня, Кристиан Апостол, художник. Будем обсуждать сложные всякие вопросы. Кристиан, вот за вами, это я понимаю, что это ваша картина, да? Да, одну из последних, которые написали. Да, это как раз. Я вот вижу эту картину, и я несколько картин видел других через интернет-фотографиях. У вас яркие краски, вообще что-то о стиле, как вы передаете идеи. То есть я больше таких способов передачи информации, как у вас, не видел нигде, да? Вы что-то такое новое создаете? Ну как вы это видите? Расскажите, пожалуйста. Да, хороший вопрос. Изначально была цель выделиться среди остальных художников, что является, опять же, плюсом для тех, кто коллекционирует мои работы. Еще когда я обучался в Португалии, я закончил художественную школу в Португалии, одной из лучших. Антонио Арои называется. Там один выпускник этой школы, кстати, он работает сейчас в Марвел, пишет комиксы, которые мы смотрим потом в интересных фильмах. Вот. И там получил определенное обучение, которое очень сильно отличается от методов обучения искусству в России и в постсоветских стран. И когда я приехал в Россию, я увидел один момент, когда я дальше стал больше изучать, искать искусство, смотреть художников, изучать разных известных и неизвестных художников. Я увидел момент, что очень много художников, просто представьте себе океан, где каждая капля – это художник, который пишет невероятно красивые картины в интересных стилях, бывает реализм, сюрреализм. Вот. И я вот так представил себе, если бы любой художник начинающий решил, вот, я хочу быть художником, и посмотрел бы на это все, на весь этот океан, он почувствовал бы такое сильное замешательство и какую-то неуверенность, нужно ли мне туда лезть или нет. Потому что очень большая конкуренция. И я изначально принял решение найти свой стиль как-то и выделиться среди остальных художников. Да. И привлечь больше внимания. Это, конечно, плюс для тех, кто коллекционирует такие картины, которые выделяются. Да. Потому что они уникальны. Да, я использую яркие краски, потому что они создают больше воздействия на зрителя. Если мне уже надо, если надо передать какую-то идею, мне нужно оказать воздействие во время общения. То есть через картины, конечно, имею в виду. Да. Когда человек смотрит, приходит в галерею и висит вот моя работа, она должна прям из всех на нее прям посмотреть. Вы такую задачу ставите, да? Правильно я понимаю? Повторите, пожалуйста. Вы такую задачу себе ставите, да? Да. Она должна выделяться, кричать, сказать, я здесь, посмотри, прочитай мою мысль. Да. Здорово. Спасибо. И это основной принцип, на котором строится картина. Опять же, потом есть принцип линий, который я использую. Линия очень сильно передает эмоцию. Эмоцию, информацию о том, в чем говорит картина. Да. Мы когда смотрим на ровные линии, плавные, это опять же передает определенную эмоцию. Спокойствие, уравновесие, эстетики. Бывают грубые линии, резь с острыми углами. Это передает другое. И я могу даже не объяснять, что они значат. Вы в любом случае это чувствуете. Да, да. Я использую это. То есть любые возможные способы, чтобы передать как можно лучше свои идеи, чтобы было полное воспроизведение у зрителя. Здорово. Я уверен, что вам понравилось. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Будем часто встречаться и обмениваться полезностями. А от вас я жду комплиментов, комментариев, советов, участия и поддержки. Спасибо за просмотр.